На чёрном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Чёрными буквами надпись. Джордж Мациюнос. Рикрит Терравания. Тактики повседневности. Часть 2. Рикрит Терравания, собственно говоря, следующий наш герой. Портретная фотография художника Рикрита Терравани. Он находится в просторной комнате. По всей комнате расставлены тарелки для супа. Тарелки стоят с топками по 7-8 штук. Рикрит Терравания – это мужчина средних лет азиатской внешности. У него длинные чёрные волосы и тёмно-оливковая кожа. Он одет в чёрный костюм, белую рубашку и очки. Рикрит сидит перед большой кастрюлей и держит крышку в руках. Считается одной из ключевых фигур того, что называется эстетика взаимоотношений. Это термин, придуманный французским критиком Николя Бурило в начале 2000-х годов. И придуманный, чтобы описать единственное, что происходило, то новое, действительно новое, что появилось в искусстве в 90-е годы. Это искусство, это немножко неофлюксус, это искусство, которое работает, оперирует опять-таки не произведениями, не продукцией, не зрелищами, а ситуациями, созданиями ситуаций, в которые вовлечён зритель. Причём, если искусство 60-х годов достаточно часто создавало ситуации для зрителя провокационные, дискомфортные, то эстетика взаимоотношений 90-х скорее строилась на том, чтобы создать вот эти самые ситуации микроутопии, которые включены в повседневную жизнь. Просто, как бы, вместо того, чтобы чем-то развлекать публику и поражать её, выбивать из колеи, просто создать ситуацию, в которой нам всем будет хорошо. И хорошо по-другому. Бурило, когда он описывает, что такое эстетика взаимоотношений, он говорит, что в нашем обществе любая коммуникация, любое общение – это всегда хайвей, это коммуникационный хайвей, общение с точно обозначенными стоянками для пикников, что с невозможностью съехать с этого шоссе, что общение является предметом потребления, то чтобы пойти пообщаться, мы должны пойти в кафе, например, или пойти в ресторан. И что эту ситуацию вот такого размеренного, абсолютно ограниченной общения, ситуации общения надо менять. Что, может быть, не надо менять мир, и вместо того, чтобы изменить мир, лучше попытаться научиться жить в этом мире лучше. Вот это вот ситуация микроутопии, где мы просто пытаемся научиться лучше жить в том мире, в котором мы оказались, не строя разрушительных и революционных амбиций его изменить. Может быть, такая недостаточно с точки зрения критической, достаточно не самая победоносная идея, но вполне возможная. Это 2000-е годы. Но тем не менее, эта идея изменить что-то, она возможна. И церавание оказывается для него ключевой фигурой этой истории. Церавание таяц по происхождению, родившийся в Аргентине, потому что его отец был дипломатом, и поэтому он такой человек мира, который живет между Таиландом, Германией, Берлином и Нью-Йорком. И то, с чего он начал, и те события, которые он делал, почему он так важен для эстетики взаимоотношений, потому что то, что он делает, то, что его прославило, это то, что связано с едой, это то, что связано с кормлением, это то, что это ситуация, когда публика вместо того, чтобы прийти на что-то смотреть, приходит и получает угощение. То есть это самое френдли, что может быть. Это оказаться с отрапезниками художника, оказаться за одной трапезой. И вот эта готовка к кухне, некая история про еду, некая история про ту, собственно, трапезу, что всегда всех объединяет и является тем сюжетом, с которым церавание пришло в искусство. Причем это тоже связано с его биографией, потому что бабушка его была поваром, держала ресторанчик и давала кулинарные уроки по телевизору в Таиланде. И сама идея к кухне, с которой он работает, это тайская кухня, достаточно часто это тайская кухня, которая всегда была модной и популярной, особенно за границей. И это то, с помощью чего большинство жителей западных мегаполисов в конце концов приобщаются к тайской культуре. Потому что это первое, что ты можешь узнать про Таиланд, это, собственно говоря, это тайскую кухню. И вообще ко всем другим культурам. То есть это то, что делает для нас другую культуру наиболее френдли, наиболее интересной, наиболее привлекательной. Это еда, с которой там, это может быть тайская кухня, это может быть любая простая дешёвая еда, вот эти самые растворимые пудинги, которые каждому предлагается приготовить самому себе в выставочном пространстве. И этот пудинг становится в социальном смысле светским, в всем смысле это то, что создаёт ситуацию общения. Фотодокументация работы художника Рикри Татирования «Социальный пудинг» 2003 года. Цветная фотография. Небольшая белая комната. На одну из стен нанесено большое изображение оранжевого пудинга. Над изображением пудинга надпись на английском языке «Социальный пудинг». Изображение на стене напоминает рекламный плакат с логотипом. В центре комнаты стоит стол. Стол завален коробками с пудингом. На столе стоит чайник, электрическая плитка с кастрюлей и различные предметы кухонной утвари. У стола стоит человек. Человек держит в руках порцию пудинга. На следующем слайде другая работа рекри Татирований, в которой также использован пудинг. На фото изображён угол комнаты. В этот угол вписана конструкция из листов нержавеющей стали, повторяющей его форму. Один лист стали лежит на полу, два других образуют с ним угол, как стены с полом. Внутри конструкции выстроена пирамида из коробок с пудингом. И инсталляция из него создаётся. Это могут быть перформансы, во время которых сам Татирование готовит и угощает, и меняет заодно смысл выставочного пространства. И таким, может быть, эпофеозом его кулинарной деятельности оказался вот такой вот огромный перформанс в Гранд-Пале в Париже, когда, собственно, весь этот Гранд-Пале превратился в такую, не знаю даже, как это сказать, столовку, наверное, в которую, потому что это, в общем, не ресторан явно. Огромное благотворительное, вот как супчики бездомным растают, вот такое огромное благотворительное место, где угощали, собственно, вот этой самой растворимой тайской лапшой быстрого приготовления. Первая акция, первое произведение, в котором Тераваня использовал еду, было проведено, это различные, миксит медиа, да, наверное, различные материалы. 1989 год происходил, это в одной из Нью-Йоркских галерей, это была групповая выставка, в которой, собственно говоря, он выставлял посуду, грязную, и блюда, которые были сделаны, и то, что нужно для приготовления еды, и то, что остается от этого, когда еда приготовлена и съедена, но не саму еду. То есть там этого момента кормления не было, было просто вот это ощущение того, что грязная посуда и такой бытовой обычный мусор, то, что связано с едой, может стать частью выставки, отчасти разрушив эту выставку, отчасти затруднив проход к другим экспонатам. И по следующей его акции, собственно, он выставлял ингредиенты для приготовления тайской лапши, где был запах этой лапши, но не было, собственно, самого кормления. И первая его история, где, собственно, эта трапеза состоялась, это была акция в галерее в Сохо, вот в том самом Сохо, обжитом галереями с легкой руки Мационоса, где он все время работы выставки превратил галерею в такое место, где готовилась еда, куда каждый мог зайти. Соответственно, это стало местом, в котором обитатели Сохо встречались, и за ланчем, потому что это была абсолютно бесплатная еда. И помимо вот этого прекрасного дружественного жеста раздавать всем желающим еду, это был очень важный момент трансформации галерейного пространства, где были сняты все двери, где было абсолютно сметено, снесены барьеры между тем, что в галерее является выставочным пространством, тем, что является офисом галереи, тем, что является там запасниками. То есть это была перекодировка пространства. Отныне галерея – это не то место, где что-то показывают, и что-то хранят, и что-то закрывают. Это открытое место, это место встречи, это некое место, вокруг которого закручивается на время работы выставки новая социальная жизнь. Ну, то есть это скорее работа не, собственно, с едой и с блюдами, а созданием некой вот этой микроутопической социальной ситуации. Может быть, вы помните, что-то похожее было достаточно недавно в Москве. Это был проект «Ефлюкс», где можно было прийти в галерею, не галерея, Стелла Арт Фондейшн, где была еда, и послушать лекции, поесть очень вкусно и бесплатно, в том числе там были рецепты, тирование. Но за это дать обязательство, что я могу там расплатиться за еду часом своего времени, за которое я обязуюсь, если попросят сделать там вот этот час, я не знаю, там что-то перевести, кому-то что-то рассказать, но сделать какую-то работу. Естественно, никто этой платы никогда с себя не взыскивал. Это тоже художественный проект группы «Ефлюкс», с которым вдохновлена в том числе идея имитирования. Вот такое создание, изменение функции галереи. То есть это тоже можно сказать, что это критика институции, что такое музей, что такое галерея, как она функционирует, для чего она нужна. Давайте она лучше станет местом встречи, и в ней будет происходить что-то полезное, возвращаясь к идеям полезного искусства. И вообще в ней будет происходить жизнь, в ней будет не что-то показываться, а что-то происходить. Но поскольку этот проект каждый раз делался, как вы видели в начале, несколько раз повторялся, как его можно повторить в другом месте? В другом месте, в другой галерее или в музее, где это происходит. Не просто повторяется история с кормлением, не просто повторяется история, давайте, с изменением функции пространства, а встраивается измерение, встраивается временная архитектура, которая повторяет пространство первого места, в котором взрывание в 1995 году делало этот проект. Каждый раз это любая реконструкция, это история, история, это история про место. Для того, чтобы вспомнить, как это было, надо построить фактически декорации этого места и повторить эту историю заново, с другой, может быть, едой, с большим количеством публики, но с памятью о том самом месте, в котором в какой-то момент превратилась галерея в Сохо, которым она уже не является. Надо рассказывать историю этого места. И вот такие проекты тирования не столько про еду, сколько про место, его назначение, его трансформацию. Вот такой вот проект в институте Корнеги, это была палатка, в которой может быть, для чайной церемонии, домик для чайной церемонии. Фотодокументация работы художника Рикри Татирования без названия или исцеления 1993 года. Цветная фотография. Выставочное пространство. Посередине выстроена небольшая комната. Её стены сделаны из оранжевой ткани. Комната примерно 4 метра в ширину и 3 в высоту. Вход в комнату вырезан в ткани. Он имеет форму обычной двери. Внутри стоит раскладной стол. За столом сидят 3 человека и пьют чай. Фотодокументация работы художника Рикри Татирования «Суп. Нет супа. 2012 года». Чёрно-белая фотография. Огромное крытое помещение со стеклянной крышей. В центре и по бокам стоят длинные столы. Вокруг столов ходят люди. На столах стоят бутылки с водой и тарелки. Столы от 10 до 100 метров в длину. Жёлтого цвета, который – это цвет одеяния буддистских монахов в Таиланде. Измерения этого места были точными измерениями японского чайного домика, который должен быть определённого размера. Это тоже восходит к некой буддистской легенде, что это 10 на 10 футов. Но при этом это место, в котором однажды Будда прочёл проповедь с 40 тысяч монахов. То есть такие тоже с какими-то идеями чудес связаны. И вот этот домик для чайной церемонии – то, что оказывается внутри другой выставки, как место для релаксации, для медитации, и как, опять-таки, небольшой остров комфорта, который вдруг для тебя открывается в этом музее. И прославила его, наверное, работа, которая была показана на Муницианской биеннале в 1993 году на проекте «Аперта». Это единственный проект, который больше не проводится, проект для молодых художников, начинающих, который тогда очень нашумел, потому что это опять была история про еду. Фотодокументация работы художника Рикри Татирования 1993 года. Цветная фотография. Просторное помещение с обшарпанными стенами. А внутри помещения стоит лодка. Лодка небольшая, рассчитана на двух человек. А в лодке стоят две большие кастрюли из нержавеющей стали. Перед лодкой стоит человек. Человек наливает из шланга воду в кастрюлю. Там была вот такая вот пирога, на которой стояли кастрюли с горячей водой. И всем желающим он при Татировании, которое за ней готовил, предлагал рамен, лапшу, вот эту быстрого заваривания. И вся эта история с пирогой, с лапшой, с Венецией на самом деле складывалась, помимо того, что это всегда приятно что-то получить, какое-то место, где тебя угощают, в Венеции во время Биеннале, страшно дорогой город. Всегда какое-то маленькое доброе дело. Но при этом это очень сложно завязанная история про некий культурный контекст. Что такое вот это название, цифра в названии? Это год, в который Марко Поло отправился из Венеции в путешествие на Дальний Восток. Соответственно, у нас есть история про путешествия, у нас есть история про лапшу, которая и итальянское традиционное блюдо, и азиатское блюдо. И по некоторым источникам, собственно, эту пасту, это азиатская лапша, которую Марко Поло завез в Италию. Есть пирога, которая не гондола, а американская пирога, но при этом стальная, а припаркованная на Венецианском канале, где вообще водный город. И, собственно, есть история про... И есть сама эта лапша, которая японская, но изготовленная, привезенная из Америки, изготовленная на японской фабрике в Калифорнии, где огромное, довольно большое японское комьюнити. То есть это история про путешествия, про кухню как момент обмена между культурами, про воду, про Венецию. То есть в очень простую штуку включено огромное, как бы непритязательно, да, просто место, где ты можешь взять стаканчик этой растворимой лапши быстрого приготовления. В это включен огромный контекст, культурный, исторический, повседневный, который, может быть, абсолютно спрессован вот в эту самую крошечную историю. Естественно, эта акция сделала, собственно, эта работа сделала царование знаменитым. И тема путешествий, культурного обмена, для него такая, наверное, гораздо более важная, чем история, что это просто про еду, там первое, что все знают про царование, что это художник, который всегда готовит. Это не про это. Для него были другие проекты, тоже связанные с путешествием. Вот такой проект «Города в движении», это проект, кураторский проект Хансу Ольриха Обреста, где история была про, которая, по-моему, в Вене показывалась, но там нужно было показать вот эти самые тук-туки, это распространенный вид городского транспорта в Таиланде. Что происходит, если этот тук-тук приезжает из Таиланда в Вену? Как это типично для Индии, для Юго-Восточной Азии вид транспорта, чем он предполагает, что другой климат, другое дорожное движение, абсолютно другое общение, другие ситуации. Чем он оказывается в Европе? Чем он оказывается на Западе? Что такое это путешествие? Что такое это перемещение? А до этого, собственно, в самом Таиланде вместе вот с этим соавтором своим Церавание делал проект «Галереи в такси». Акции, какие-то художественные события, которые происходят в такси в Бангкоке. Тоже такая совершенно прекрасная идея движения, дороги. Вся как бы немногочисленные предметы, которые создает Церавание, тоже предметы, связанные с повседневной жизнью. Это может быть фартук для готовки, это может быть инсталляция из рюкзака и какого-то набора путешественников, это может быть вот такая тоже типичная для Индии, для Юго-Восточной Азии штука для... как бы... сутки для еды. И это могут быть воссоздания еще интерьеров, воссоздания ситуации, какое-то воссоздание того, как переворачивается выставочное пространство, превращаясь в пространство общественное, в пространство приватное, обжитое, уютное, но беспорядочное, безалаберное, где вот эта самая безалаберность и неубранность является знаком уюта. Вот в проекте 99-го года, собственно говоря, что сделал Теровани, он воссоздавал в нескольких музеях, по которым шла эта выставка, точно один в один копию собственной мастерской и квартиры на Манхэттене. Фотодокументация работы художника Рикрита Теравания без названия или завтра может заткнуться и уйти 1999-го года. Цветная фотография. На фотографии маленькая комната. Это помещение, созданное Тераванией в музее и повторяющее его мастерскую. В комнате светло, серые обшарпанные стены. Кое-где видны следы жёлтой краски, мебели почти нет. В середине комнаты стоит кровать или матрас, покрытый красным полосатым покрывалом. На кровати сидят трое людей. Белый лысый мужчина, белый мужчина с короткими рыжими волосами, чёрная женщина с короткими чёрными волосами. По фотографии видно, что они что-то активно обсуждают, а в руках у них бутылки. Фотодокументация работы художников Рикрита Теравания и новина Раванчайкула «Без названия» или «Города в движении» 1997 года. Цветная фотография, выставочное пространство. На стенах висят очень яркие картины, похожие на большие рекламные плакаты из Юго-Восточной Азии. Около стен стоят машины. Это небольшие автомобили, без дверей и с тканевой крышей. У машин впереди всего одно колесо. У машин есть одно место для водителя впереди и два места сзади для пассажиров. Они раскрашены в жёлтые и синие цвета. В которой, собственно, ничего кроме этой квартиры не было. Но туда каждый желающий мог прийти, там была ванна, там были все удобства, там была кухня, можно было приготовить себе еду, можно было принять душ, если ты хочешь, можно было остаться там ночевать. То есть переворачивание вот этого, что при произведении пространства музея превращается в это приватное жилое пространство, в котором можно заниматься чем хочешь и в котором можно остаться, но при этом тебе там ничего не показывают. Ты приходишь за зрелищем. Это очень странная ситуация, в которой с одной стороны тебе предлагают, делают дружеский жест, но при этом ты испытываешь фрустрацию, поскольку тебе ничего не показали. Тебе предложили вместо того, чтобы бежать за зрелищем, тебе предлагают попить чай, приготовить себе яичницу на кухне и вообще обратить внимание на ту повседневность, которую ты привык игнорировать. И, собственно, идея не искусства, идея, что выставка – это не то место, где тебе что-то показывают, была и частью одного из таких очень парадоксальных ретроспективов, цитирования, которая прошла в нескольких музеях мира, там в Германии, в Париже, еще где-то, где была ретроспектива, в которой не было ничего. Это были пустые залы, повторяю, это была встроенная каждый раз в музее абсолютно новая архитектура, в которой были пустые залы, история семи проектов цитирования, которые были включены в эту ретроспективу, существовали в виде текстов, причем там было два сценария. Один сценарий написал по приглашению цитирования писатель-фантаст американский Брюс Стерлинг, один из таких столпов и основоположников киберпанка, тоже как некой социальной утопии, антиутопии, дистопии, вот каким может быть общество будущего. Второй проект, и этот текст должен был идти, шел из динамиков, шел из колонок в записи, а другой проект написал французский художник Филипп Парено, которого, может быть, вы видели и помните его выставку, его фильмы в гараже. И этот проект читали актеры, которые ходили по выставочным залам. То есть это было абсолютно событие и ситуация вместо показывания. При этом понятно, что становится очень важным, что, собственно, было зрелищем в этой выставке. Зрелищем было каждый раз, как меняется пространство, как трансформируется пространство. И оказывается, что для цирования художника, который работает с абсолютно бесплотными, нематериальными, эфемерными вещами, ближе всего и важнее всего для него, оказывается, архитектура и его искусство завязано очень сильно на архитектуру, в том числе на воссоздание вот таких вот микро-миниатюрных копий всяких знаковых произведений архитектуры XX века. Фотодокументация работы художника Рикрито Теравания 1997 года. Цветная фотография. Площадь перед музеем. В её центре выстроен маленький стеклянный павильон. Это небольшое одноэтажное помещение, простой прямоугольный объём. В помещении чёрный пол, потолок и каркас, вместо стен стёкла. На следующем слайде показан дом, построенный архитектором Филиппом Джонсоном. Это здание носит название «стеклянный дом». Оно было построено в 1949 году. Это стеклянный прямоугольный объём, похожий на аквариум. У него чёрный каркас, подчёркивающий грани прямоугольника, вместо стен стёкла. Здание стоит посреди заснеженного пейзажа. Это одноэтажное строение порядка 12 метров в длину и 6 метров в ширину. Внутри здания нет перегородок и не видно никакой мебели. Практически в центре этого строения расположен бетонный цилиндр, стоящий вертикально. Он около 3 метров в диаметре. Его видно сквозь стеклянные стены дома. Бетонный цилиндр выше здания. Он как бы проходит через крышу и слегка возвышается над ней. Художественный эффект достигается за счёт соотношения фактуры и объёма бетонного цилиндра и стеклянного прямоугольного здания. Павильон, построенный Терованией, в полтора-два раза меньше здания, построенного Филиппом Джонсоном. В остальном они практически идентичны. Плейтайм – это такой домик, это копия вот этого павильона Филиппа Джонсона, одного из столпов американской современной архитектуры, последователя Миссы Вандерой, последователя Баухауза, конструктивизма, который в 1949 году сделал такое абсолютно идеальное минималистское здание. И это идеальное минималистское здание Теровани воссоздаёт, но в макете почти детского домика во дворе МОМа, во дворе Нью-Йоркского музея современного искусства, где находится сад скульптур. Воссоздаёт как домик для игры, как домик на детской площадке, в котором действительно есть дети, которые там что-то, чем они могут заняться. А само название Плейтайм отсылает к французскому фильму, к фильму Жака Тати. Это фильм 1967 года, такая очень странная, экспериментальная на самом деле, артхаусная комедия, в которой ничего не происходит. Это такой фильм о взаимоотношениях человека с модернистской архитектурой. Если кто не видел, очень советую посмотреть таких, достаточно выбивающих из колеи. И вот эта история про современную архитектуру, про модернизм, Тирование вводит через название. Это его инсталляция, это копия архитектурной структуры Ле Корбюзье. Ещё вот такой дом, это американский архитектор, копия тоже такого знакового для архитектуры дома 22-го года, дома Рудольфа Шиндлера, который строил только частное пространство. И для Тирования очень важно, что он не берёт какие-то там огромные общественные здания, он берёт частные дома. Дом Шиндлера 1992 года постройки. Чёрно-белая фотография, ориентирована горизонтально. На фото изображён старый одноэтажный бетонный дом, он построен буквой «П». Так что на фото мы видим небольшой дворик, окружённый домом с трёх сторон. Большая часть стен в доме представляет собой большие окна с частым переплётом. Берёт вот эти самые архитектурные микроутопии, которые он каждый раз делает, которые он в уменьшенном масштабе, почти в игрушечном масштабе макета, воспроизводит в своих инсталляциях. Вот такая вот работа, сделанная по заказу музея, где ему предложили сделать выставку, посвящённую десятилетию программ резиденции для художников, где не очень понятно, что показывать. И Тераване воссоздал вот такую вот структуру Фредерика Кеслера, это австрийско-американский архитектор и дизайнер выставочных пространств, театральных пространств. Очень интересная фигура, которая, например, в своё время абсолютно изменила представление о том, как делать выставки, потому что он был дизайнером выставок в галерее Пеге Гугенхай в Нью-Йорке, которая абсолютно изменила. Вообще представление, что картины не должны висеть на стенах, они могут висеть на каких-то растяжках, такие экспозиции, которые делались как инсталляции, совершенно новаторские. И он же Кеслер построил одно из самых удивительных музейных зданий в мире. Это тоже самостоятельная архитектура, как инсталляция. Это музей книги в Иерусалиме, совершенно бизионерское, 60-х годов здание, в котором содержатся свитки Мёртого моря. Собственно, там нечего смотреть, кроме самого этого здания, которое вывезет как летающая тарелка, приземлившаяся. Это одно из таких самых бизионерских зданий 60-х годов. И вот эта структура, которую Кеслер придумывает в 1924 году, это экспериментальная театральная площадка, которая предполагает абсолютно по-другому, вообще другую структуру театрального действия, другую структуру представления. Сцена, сконструированная Фредериком Кеслером. Старая черно-белая фотография. На фотографии изображена большая круглая сцена. Сцена поднята на железных сваях примерно на 3 метра от пола. Подъём на сцену происходит по пандусу. Пандус идёт вокруг сцены по спирали. На сцене сидят и стоят мужчины в брючных костюмах и женщины в платьях по моде 30-х годов. У них в руках бумаги, некоторые активно жестикулируют. Видимо, идёт репетиция пьесы. И царование её воссоздаёт, чтобы как место спектакля, опять-таки, отдавая её в распоряжение всем возможным. Может быть, показ мод, может быть, танец, может быть, абсолютно всё что угодно. То есть, опять-таки, это структура, которая не является зрелищем, а является возможностью неких событий, и возможность некого события, как события зрителей, других художников, других творцов, как некого генератора событий. Поэтому возникает очень важное, именно в этом проекте возникает очень важное для Терравании название, что такое этот проект, что это за формат. Это станция. Станция, как в старину были, станции, на которых меняли лошадей, и путники, и путешественники обменивались информацией. Поэтому любой из проектов Терравании – это вот эта станция, где ты можешь сделать паузу, остановиться, пообщаться, обменяться информацией. Терравание был сокуратором знаменитого проекта «Станция утопия», которые показывались на Венецианской биеннале. Уже, наверное, не вспомню, какого года, начало 2000-х, он делал его вместе с Молин Эсбет и Хансом Ульрихом Обристом. Это вот такое было… Что такое утопия? Это, может быть, такой был итог эстетики взаимоотношений, где не было произведений, не было зрелищ, а были различные модели вот этих микроутопических ситуаций. Это очень сложная для пересказа выставка, но вот, собственно, вот эта идея станции, станции утопия, она для Терравания оказывается одной из ключевых. Вот такая вот история с пазлами, с пазлом огромным, с игрой, пазл, который складывался в картину «Делакруа. Свобода на баррикадах». Работа художника «Рикрито Терравания» без названия или «Павильон, стол и пазл» 2006 года. Выставочное пространство, белая вытянутая комната. Посередине стоит большой стол. Стол около двух метров в ширину и трёх в длину. Над столом деревянный навес от дождя. У стола две лавки. По углам комнаты расположено несколько горшков с цветами. По всей поверхности стола разбросана несобранная мозаика, пазл. Где вот вводятся идеи революции какого-то героики. Но при этом вот в архитектуре навеянной, как и этот дом навеянный, это ещё одна реплика классики архитектуры 20 века, французский архитектор Жан Прове, придумавший модели алюминиевых, по-моему, или металлических домов для колониальных стран. Вот как, так же, как много, 15 лет спустя, Мачунас будет придумывать сборные дома для Советского Союза. Это вообще вот некого идеального жилья. Причём, как работала эта история в Тераване, он этот дом делал на самом деле в тропической стране, в которой он живёт, в Таиланде, делал с помощью местных рабочих и приправлял из этой страны, реэкспортировал обратно из одной страны в другую. И вот такое вот замечательное плавучее прибежище, очень красивый корабль, очень красивая инсталляция, которая является репликой корабля, построенного, или Корбюзье, это корабль из бетона, то есть это корабль, который никуда особенно не может плавать, построен он в 1929 году, для приюта армии спасения в Париже. И реплику этого корабля, но уже из дерева, сделанного в Таиланде, в традиционными тайландскими ремесленниками, рекретирование воссоздаёт в галерее и придумывает для него функцию. В этом месте, в этом пространстве продаются футболки с надписями, потому что футболка с надписями это тоже некий простейший способ коммуникации. Вообще, для всей этой утопической архитектуры царование придумывает некие новые функции, что там можно есть, там можно покупать майки, там можно играть музыку, там можно устроить караоке батл, который он устраивает в музей, там можно устроить радиотрансляцию. И вот у него был такой проект, поскольку станция, это может быть издательская деятельность, это может быть браткастинг, поэтому это могут быть какие-то передачи, которые ты транслируешь, поэтому важно, что приёмник транслирует придуманные тирования театру микрофона фантастические по мотивам писателя Филиппа Дика про путешествия во времени, тоже про некие утопические, утопические, антиутопические сюжеты, про которые довольно сложно связить, собственно, текст этой работы у меня нет. Когда в 2004 году царование получило премию Хога Босса, которая предполагает, собственно говоря, персональную выставку в Гугенхайме, он сделал в Гугенхайме пиратскую телестанцию, где можно было что-то транслировать, снимать и показывать, и при этом в качестве антенны, где были инструкции, как устроить это у себя дома, то есть такое пиратское телевидение, но в качестве антенны, вот антенна, как вы видите, она сделана в форме Дюшановского Рэдимэйда велосипедное колесо. Просторное выставочное пространство с высокими потолками. Возле одной из стен стоит деревянная постройка. Постройка около двух метров в высоту и трёх в ширину. Она напоминает бытовку. В одной из стен постройки есть квадратный вырез под окно. Это окно около полуметра. Через окно видно маленький телевизор. На крыше постройки антенна. Антенна представляет собой колесо от велосипеда на железной треноге. Корабль Эле Корбезье, 1929 год. Чёрно-белая фотография. Город, набережная реки. На воде стоит бетонный корабль, напоминающий баржу. Корабль около 50 метров в длину. Палуба корабля плоская. На палубе в ряд стоят жилые прямоугольные домики с плоской крышей. С корабля на берег перекинуты железные мостки. На заднем плане виднеется мост через реку. Антенна авангарда, антенна современного искусства. И все ситуации общественного пространства, ситуации уже необязательно предполагают только некую еду и праздник. В 2010-е годы эти работы могут оказаться почти мрачными. Такое пространство, выставка, которая показана в Берлине. Страх съесть душа будет правильным русским названием, потому что название это отсылает к фильму Фасбиндера 70-х годов. Страх съесть душа. Это история такой очень странной любви между пожилой немецкой дамой и марокканским эмигрантом, который достаточно младше. И любви, которая абсолютно неприемлема с точки зрения общества, потому что они разных национальностей, потому что они разного возраста. И это история, как эти люди борются за эту возможность быть вместе. И марокканец, который говорит на немецком неправильно, говорит вот эту фразу, что не надо бояться, потому что страх съесть душа. И вот эта еда, которая тярование превращается в страх и съесть, это пространство, в котором написаны такие огромные граффити. Вот это, собственно, это название. Пространство, которое выглядит одновременно и почти сквотовым, и почти жутким, и при этом гостеприимным. Так что там происходят эти трапезы, печатают здесь же майки, эти футболки с различными слоганами, там никогда не работайте. Это слоган 68-го года Парижской революции со всякими там политическими месседжами. И там создаются такая абсолютно вот эти все, это трафареты для маек, вот эти надписи на стенах. Вытянутая комната, скорее всего, выставочное пространство. Стены обиты фанеры. На стенах на уровне глаз написаны различные фразы на английском. Например, «Никто не знает, что я лесбиянка», «Страх жирает душу», «Я занят» и другие фразы. На полу у стен лежат железные рамки и трафареты для печати. Посередине комнаты стоит стол, на столе стоит металлический аппарат для печати на футболках. Вокруг стола стоят бочки с краской и коробки с футболками. И создается ощущение такого совершенно нового сообщества, потому что в это время церавание говорит о том, что для него сообщество, интересно, все ситуации, когда люди оказываются вместе, это может быть ситуация праздника, это может быть ситуация трапезы, но это может быть и ситуация демонстрации или протеста. И выставка эта происходит в 2011 году, и происходит она в Нью-Йорке и происходит за несколько месяцев до того, как появляется движение Окупай, которая, собственно говоря, вот эту же ситуацию протеста, как общение нового сообщества и новых каких-то социальных практик начинает проводить уже как политическое движение. И очень близко, на самом деле, к эстетике взаимоотношений. И частью этой же выставки был еще, например, вот такой вот Антайтлет очередной. Фотодокументация работы художника Рикри Татирования без названия 2011 года. Цветная фотография. На фотографии фрагмент стены и пола в выставочном зале. На бетонном полу у стены стоят друг на друге четыре ящика с бутылками. Ящики-бутылки одинакового серебристого цвета. Видимо, они сделаны из металла. Над ними, примерно в полутора метрах от пола, висит квадратный плоский объект, напоминающий картину. Он выполнен из того же материала. Объект около 30 сантиметров в ширину и длину. Это реплики работ Орхола, на самом деле, которые вот суп Брилла, бутылки, ящики Кока-Колы, и ранних работ самого тярования и, собственно, взаимотношения, что такое ready-made, что такое реальный предмет. Это фейк, это предмет потребления, это использованный предмет, потому что, когда тярование выставляет посуду, он выставляет то, что не делал никто из тех, кто делал ready-made или фейковые ready-made, он выставляет вещь, которая была использована, то, что не делал ни Дюшан, ни Джефф Кунс, естественно, ни Орхол, вещь, которая побывала в реальности, которая не изъята из реальности стала произведением искусства, а уже побывала в реальности. А вот эти ready-made классические вещи, вот они, искусство, все станет однажды искусством, все буквально забронзовеет в тот или иной момент, музей всех нас ждет, так же, как может превратиться в изящное искусство на бой вот эти самые тайские колбаски, которые он делает из серебра и называет Кармен, вот эти Кармен Ньюман, это персонаж какого-то неизвестного нам, но популярного в Америке телевизионного шоу. Работа художника Рикрита Теравания «Без названия» или Кармер Ньюман «Делают сосиску» 2012 года. Выставочное пространство. В пространстве стоят две платформы на колесах, похожие на тележки для перемещения груза в магазинах. На обеих платформах стоит по металлическому каркасу в форме объемного прямоугольника. Каркасы высотой около двух метров. Внутри каркасов висят серебряные, сцепленные вместе продолговатые объекты из серебряного цвета. Объекты выглядят как подвешенные гирляндами в витрине краковская колбаса. Превращается все в такую очень элегантную на самом деле инсталляцию. Продолжается вот это тоже достаточно мрачное пространство с такими граффити сквота в инсталляции 2012 года. Вот такая огромная история, где то же самое там это общение, место встречи, еды, какой-то приятной тусовки происходит в окружении вот таких граффити по мотивам фотографий, фоторегазетных фоторепортажей о различных митингах протеста и их разгонах собственно в Таиланде делались они по фотографиям учениками Теравани молодыми тайскими. Работа художника Рикрито Теравани просторное выставочное помещение. Все стены покрыты чёрно-белыми реалистичными рисунками изображающими людей. Рисунки ничем не разделены. Из-за этого возникает ощущение того, что все персонажи находятся в одном месте. Получается гигантский коллаж из реалистичных графических изображений. В середине комнаты находятся стулья и ведра с краской. Художниками такое коллективное творчество, которое там ещё имело место быть, что это тоже те ситуации, в которых мы оказываемся вместе, ситуации, в которых мы меняем, выбивают нас из привычной колеи, ситуации, которые оказываются ситуациями гораздо более не обострённого в смысле, а интенсивного общения, чем наша повседневность. И при этом при всей этой истории тярование, конечно, гораздо в большей степени даже, чем Мачунас, находится в диалоге с тем, что такое современное искусство, с тем, что такое культура, у него уже нету этой идеи, как у Мачунаса, что можно делать не антиискусство. Он сознательно делает искусство, он прекрасно понимает, что всё окажется в музее, что всё окажется в бронзе, что он ведёт диалог с архитекторами, через это включается в искусство, и ведёт диалог в том числе с различными художниками 60-х годов. Вот такие инсталляции из еды, которые выставляются на фоне зеркал, создавая некое виртуальное пространство, наполовину это подлинные предметы, дополненные люди, это реплика на первой инсталляции Роберта Смитсена, автора спиральной дамбы, автора самых грандиозных лендартных проектов, то есть проектов действительно реально по изменению мира, но в его уже таком измерении нечеловеческом, а измерении природным и ландшафтом. Вот начинал Смитсон с того, что делал такие же инсталляции с зеркалами, с камушков, с всяких гальки, с всяких природных материалов, показывая, как реальный ландшафт продолжается виртуально. Вот такую же игру с реальным виртуальным делал, делает Серование, очень любящий использовать эти зеркала и умножение ситуации. Фотодокументация работы художника Рикрито Серование без названия или позвольте им есть моллюсков. Цветная фотография. На фото изображен угол комнаты. Художник поместил в этот угол три больших зеркала. Одно зеркало поместил на пол, а два других расположил по стенам. Таким образом, они как бы повторяют форму угла между двумя стенами и полом. Зеркала квадратные, около двух метров в высоту. В это зеркальное пространство он насыпал гору устриц. Благодаря зеркалам возникает ощущение, что устриц намного больше. История с медиями, которая тоже у нас еда, которая у нас привет Марселе Бродерсу, о котором мы на прошлой лекции говорили, что это тоже история и про еду, и про некую ситуацию, трапезы, и про современное искусство, потому что это отсылка к бельгийскому концептуалисту Марселе Бродерсу, работавшему, опять-таки, с этими ракушками от национального бельгийского блюда. История с барбекю, когда готовка на этом барбекю превращается в такую странную историю в лабиринте зеркальном. И вообще, вот эта зеркальность, это один из постоянных тоже приемов тирования. Это может быть вот такой вот зеркальный куб, на котором лежит посеребренный рис, это может быть такой странный домик для чайной церемонии с кофейной машиной, который представляет из себя абсолютно футуристический архитектурный проект, но в который можно войти. Это может быть стол для пинг-понга, хромированный, на котором, ну и хромированная бибель, на которой, очень интересно играть. И очень интересно видеть себя, потому что все, что эти, все, что предлагают эти проекты, почему важна эта зеркальность, потому что это те предметы, в которых, рассматривая которых, зритель не может не увидеть себя, не отразиться в них и не почувствовать себя, собственно, непонятно, наглядно, что он является частью этого произведения, частью этого проекта, о чем, собственно говоря, вся эстетика взаимоотношений и все искусство цирования. Хотя у него есть и вполне биографические истории, история, например, такая очень трогательная графика, включающая его паспорта с визами. Белый горизонтально ориентированный прямоугольный лист — калаш. В центре листа расположена узкая горизонтальная полоска ксерокопии страниц загранпаспорта с большим количеством записей и штампов. Вокруг полосы ксерокопии расположено множество других изображений. Левую четверть листа занимают черные геометрические фигуры. Фигуры похожи на дома или жилые кварталы, снятые со спутника. Под линией ксерокопии во всю длину листа расположены черные стрелки. Они как будто нарисованы от руки. Их много, они расположены параллельно в несколько рядов и напоминают схему какого-то потока, ведущего вправо. В правой части листа поток стрелок распадается, стрелки заворачивают в разные стороны. В центре листа над линией ксерокопии находится изображение парусного корабля. Оно выполнено синим цветом. Это синий силуэт корабля с изображением крестов на парусах. Он в одном из интервью принципиально имеет тайский паспорт. Ему нужно туда каждый раз ставить визу, чтобы напоминать себя о том, что путешествие это путешествие, и что границы существуют, и о них надо помнить. этом перемещении их надо помнить. Вот такой замечательный огромный свиток, который занимает всю галерею, на самом деле, растянутый по стенам с историей с дневником и свис. Но ему затеревание есть, зачем возвращаться в Таиланд, потому что он там таки построил настоящую маленькую утопию. The Land это экологически образовательный проект, это коммуна, которая некая выкупленная земля, территория, которая находится на севере Таиланда около архитектуры, которая является полигоном, новой архитектуры, новых образовательных практик, новых способов добычи энергии, которые там что-то работает на болотном газе и на движении этих самых огромных прекрасных буйволов, которые живут в Таиланде. Вот такой действительно кусок утопии, вот идеальное сообщество художников, сообщество исследователей, которое удалось построить. Вот та идея утопии, которая одна из станций утопии, которая вроде бы реализовалась. Спасибо. 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 Спасибо.